Мама сшила мне штаны из берёзовой коры, но пришёл сотрудник фонда, данные удалены. Мама сшила мне штаны из берёзовой коры, но валай какого хера, где видос про SCP? Ктулху, древнее и кошмарное существо, пожалуй, одно из самых важных в истории литературы из жанра ужасов. Он вышел из-под пера великого и ужасного Говарда Филлипса Лавкрафта. Этот мёртвый спящий бог, что видит сны, покоясь в чёрном затопленном городе Рельехе, поверыванием его земных последователей однажды пробудится и, вернув себе былое величие и мощь, погрузит землю в невообразимый круговорот насилия и хаоса, в котором человечество переродится и перейдёт за грань жизни и смерти, реальности и времени, за грань физических понятий и материальной вселенной. Вы на канале Валай Балалай, и сегодня вы узнаете всё о Ктулху, которого нам показали в новом фильме «Ужасов под водой». По сюжету фильма, Ктулху пробудился в 2050 году из-за варварского бурения дна океана ради добычи нефти в огромных масштабах. По словам режиссёра, существо это не что иное, как сам великий Ктулху, не раз упоминавшийся в рассказах и повестях Лавкрафта. А поэтому в данном видео мне придётся ссылаться на оригинал. Рассказ «Зов Ктулху». Все любят халяву. И сериальчики. И то, и другое есть у ShowJet, онлайн-кинотеатра нового поколения, который предлагает только крутые сериалы. Никакого трэша и русских сериалов, снятых за пивас. И всё это абсолютно бесплатно. Не надо вводить никаких данных своих карт, просто берёте и смотрите. Весь контент доступен в высоком разрешении под фирменную озвучку ShowJet. При этом всё по лицензии, так что его точно не заблочат. Смотреть можно как на ПК, так и на Андроиде и Айосе. И, конечно же, тут можно смотреть бесплатно такие крутые сериалы, как «Всё ещё мертвые», «Тёмная материя», «Люди» и многие другие. Смотрите то, что интересно вам, бесплатно на ShowJet по ссылке в описании. Ктулху, или в оригинале Ктулу, великий древний, что спит на дне Тихого океана в своём доме в чёрном городе Орельех. Там он дожидается часа своего пробуждения, что ознаменует конец всей человеческой цивилизации. Древний Ктулху – существо, которое не способен постигнуть человеческий разум, ведь даже его имя невозможно произнести правильно, так как ни один из человеческих языков не может правильно передать его имени. Ктулху и его потомки попали на нашу планету с далёких звёзд ещё до того, как человечество появилось. Родной мир Ктулху – Вурл, находящийся в 23-й туманности, когда звёзды выстраивались в нужной последовательности, Ктулху и его сородичи могли совершать межзвёздные путешествия. Скитания в конечном итоге привели их на Землю, где они отстроили чёрный город Орельех. К тому времени на планете правили так называемые «старшие существа», о которых можно побольше почитать в повести Лавкрафта «Хребты безумия» или узнать в моём ролике про Шоготов, ссылка на который будет в описании. Развязалась война между сородичами Ктулху и старшими существами, в результате которой почти все города последних были уничтожены. Война окончилась мирным договором, по которому Ктулху и его сородичи получили сушу, а старшие существа – океаны. Но произошло какое-то событие, в результате которого они погрузились на дно океана. Так Ктулху и оказался в ловушке в своём чёрном городе, который, похоже, и потревожили буровики 7 августа 2050 года в фильме «Под водой». Но Орельех не вечно покоится на дне морском. Случается и такое, что некие события поднимают его над океанской гладью. К примеру, поднять его могут сильнейшие землетрясения или, как случилось в фильме, масштабные буровые работы в регионе Тихого океана, где и находится Орельех. Когда такое происходит, проявляется главная и самая опасная способность Ктулху – его псионическое воздействие. Оно настолько масштабно, что по всему миру люди, особо восприимчивые к подобному влиянию, особенно люди искусства, сходят с ума и начинают консолидироваться в ячейке культа Ктулху. Они верят, что когда начнётся парад планет, а звёзды выстроятся в нужной последовательности, Ктулху окончательно пробудится от своего великого сна и человечество переродится в волне хаоса и взаимного уничтожения. Пробуждение Ктулху, которое показано в фильме, не единственное из известных, ведь, как мы знаем из рассказа «Зов Ктулху», команда одного торгового судна оказалась неподалёку от Рельеха во время того, как город поднялся с морского дна. Ктулху оказался настолько невообразимо кошмарен, что только от одного его вида часть команды мгновенно слетела с катушек и погибла. В этом и проявляется основное отличие Ктулху из оригинального рассказа от него же в фильме, ведь команда бурильщиков не испытывала абсолютно никаких последствий психоза или иных видов помешательства, которые неизменно сопровождали пробуждение Ктулху в рассказах Лавкрафта. В Зове не только члены экипажа испытывали подобное, ведь даже на другом краю света здоровые люди за считанные мгновения начинали впадать в безумие, а культы приносить жертвы и совершать иные мерзопакостные деяния во славу Великого Спящего. Ктулху – громадное неземное существо, в котором сочетается то, что сочетаться не может. Голова, как у моллюска, на ней растёт множество щупалец. На спине огромного тела растут рудиментарные крылья. Конечности заканчиваются гигантскими когтями. Ещё одним примечательным отличием в фильме было то, что сам Ктулху фактически служил домом для огромного количества своих предполагаемых потомков, расе существ, отдалённо напоминающих его самого. Скорее всего, они были созданы под вдохновением другого рассказа Лавкрафта – «Тени над Инсмутом». Эти особи частично похожи на людей. У них были руки и ноги, но лица их были ужасны, словно сразу множество морских обитателей каким-то невообразимым образом смешались в одном кошмарном создании. Размером они превосходят людей. То же самое можно сказать о их силе и скорости. Они очень быстро передвигаются в воде и по дну, а силой хватает, чтобы буквально высосать человека из укреплённого скафандра. Их тела очень эластичны, и взрослая особь может поглотить человека в скафандре целиком. Несмотря на то, что они могут обитать на такой глубине и при кошмарном давлении, их тела уязвимы к выстрелам и взрывам, и у одного из бурильщиков получилось прорваться наружу из тела особи после того, как последняя поглотила скафандр. Потомки Ктулху из фильма при возрастлении проходят через как минимум две фазы метаморфоз. И перед тем, как превратиться во взрослую особь, они выглядят как огромные отвратительные головастики с множеством щупалец длиной под один метр. Головастики, как и взрослые сородичи, могут питаться людьми. Они залезают внутрь тела и кормятся трупами. Чем они питаются, когда рядом людей нет, неизвестно, ведь Ктулху и его отпрыски обитают на такой глубине, где встречаются крайне мало живности, тем более пригодные для еды. Предположительно, большую часть жизни они проводят в гибернации, присосавшись к телу своего прародителя. Предположительно, Ктулху в фильме был уничтожен взрывом ядерного реактора станции, но ведь для него понятия смерти нет, так как он существует за пределами времени и жизни в человеческом ее понимании. Стерла ли его взрывная волна или нет, остается только гадать. Это все, что известно о версии Ктулху из фильма «Под водой». Если хотите знать больше, смотрите ролики, предложенные вам на экране. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Спасибо за просмотр и доминует вас всякая криповая хренатень.